В детстве многие из нас мечтали остаться с ночевкой у друзей. Казалось бы, что может случиться, если несколько подростков соберутся под одной крышей? Да еще и под присмотром взрослых. Одни выходные, один дом, семь тел. И вопрос, на который судьи и полицейские пока не могут дать ответ. Достаточно ли провести годы в тюрьме, чтобы исправиться? Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня мы с вами коснемся совсем свежего дела. И, возможно, вы даже о нем уже слышали. Потому что история это поистине хуже любого вымысла. И она успела облететь просто весь мир. Наделала такого шума в новостях. Она точно вызовет у вас негодование. Как такое вообще возможно? Я сама не понимаю. И мне не терпится поделиться с вами этой историей. Генрета – это небольшой город в штате Оклахома с населением всего в 6 тысяч человек. Когда-то большую часть его местных жителей составляли шахтеры и их семьи. Ведь именно в этом районе пару веков назад было обнаружено несколько крупных угольных месторождений. Сейчас город имеет более современный облик, а люди живут здесь в основном из простых рабочих семей. Айви Вебстер и Британи Брювер выросли как раз у таких родителей. 15-летняя Британи была общительной, жизнерадостной девочкой. Она обожала детей. У нее были две младшие сестры. И ее отношения с ними были очень теплыми и доверительными. С родителями у Британи тоже были хорошие отношения, несмотря на трудности, которые порой приносит с собой подростковый возраст. Вместе они ходили в церковь. Девочка всегда помогала родителям по дому. Ее не нужно было заставлять что-то делать. Она все понимала сама. Кстати, своему приходу Британи тоже старалась помогать по мере сил. Например, когда требовалось организовать сбор средств на нужды церкви. Британи была трудолюбивой и целеустремленной ученицей. Пела в хоре. Ее фото всегда висело на доске почета. Она мечтала стать учителем или ветеринаром. В свободное время Британи помогала отцу по работе. Писала электронные письма и заполняла счета фактуры. Ее отец, Нейтан Брювер, говорил, что дочь последнюю рубаху отдаст нуждающимся. Настолько добра она была. Дочь он называл своим другом. Британи была и очень талантливой девушкой. Летом 2023 года она должна была принять участие в конкурсе красоты штата Оклахома, где представила бы Генриетту – город, где она жила с родителями. Подруга Британи, Айви, обожала веселиться в компании друзей. В апреле 2023 года она отметила свой 14-й день рождения. В честь праздника девочка организовала вечеринку в гавайском стиле, куда позвала всех своих друзей. Айви была искренней, общительной и забавной девчонкой. Она обожала играть в софтбол и ухаживать за животными. У самой Айви был пес Мэйвис, которого она любила всем сердцем. У Айви и Британи была общая подруга – Тиффани Гесс. Девочки подружились сразу, как только семья Тиффани переехала в Генриетту. Дети были неразлучны в школе и часто проводили время вместе после уроков. Брат Айви, Паркер Вебстер, также часто общался с братом Тиффани – Майком. Обе семьи жили по соседству, меньше чем в полутора километрах друг от друга. Поэтому дети часто оставались с ночевкой друг у друга в гостях. Они были настолько близки, что весной отец Айви предложил Тиффани дать ей ключ от их дома. Он аргументировал это тем, что девочка и так очень часто бывает у них в гостях. Она уже почти стала членом их семьи. Он видел, дочь практически все свободное время проводит с Тиффани и был искренне рад за Айви. Майк и Райли тоже часто приходили в гости к Эшли и Джастину Вебстерам. Но нельзя сказать, что Вебстеры прям вот дружили с родителями Тиффани, Майка и Райли. Они были просто знакомы. В выходные, 29 и 30 апреля, Британи, Айви и Тиффани захотели провести дома у Тиффани вместе с ее братьями – Майклом и Райли. В субботу Айви и Британи отправились к подруге. Сначала они планировали сходить в торговый центр, а уже после – в гости к Тиффани. Весь день Айви переписывалась с мамой в снэпчате и отправляла ей фотографии со смешными фильтрами. Воскресным утром, 30 апреля, Эшли Уебстер получила от дочери очередное сообщение. Привет, мы собираемся в Макалистер. Джесси, отчиму Тиффани, вроде как нужно забор починить на ранчо. Сообщение дочери оставило у Эшли двоякое впечатление. С одной стороны, ей было приятно, что Айви предупредила ее о своих планах. Не каждый родитель может похвастаться такими доверительными отношениями с ребенком-подростком. С другой стороны, Эшли показалось, что то, какие слова выбрала дочь, несколько отличалось от ее привычного стиля общения. Никаких фраз вроде «У меня все хорошо, и я тебя люблю», которые она добавляла практически в каждое сообщение, не было. Будто кто-то другой переписывался с ней вместо Айви. Остаток воскресенья Эшли старалась игнорировать неприятные мысли. К 17 часам Айви и Бриттани ждали домой. Но девочки так и не вернулись к своим семьям. Около пяти вечера Эшли позвонила Джесси Макфадену, отчему Тиффани. Он сказал, что у них все в порядке, но они все еще на ранчо, а связь там очень плохая. Ему пришлось уйти подальше от дома, чтобы поймать сеть. Эшли вздохнула и попросила сообщить ей, когда они соберутся назад. Мама Бриттани, Малина Брювер, тоже уже боролась с нехорошим предчувствием. Она позвонила дочери, но та не ответила на звонок. Тогда Малина зашла на ее страницу и написала Бриттани несколько сообщений. Она попыталась позвонить и по видеосвязи. Все безрезультатно. При этом на странице девушки показывался статус. Онлайн. Теперь у матери Бриттани не осталось сомнений. С ее дочерью что-то случилось. Родители пропавших девочек подали заявление в полицию вечером 30 апреля в офис местного шерифа. В 8 утра 1 мая всем на телефоны поступило уведомление Эмбер Алерт. Это оповещение о пропаже ребенка для всех граждан США. Его транслируют в медиа, в том числе в виде бегущей строки, содержащей ориентировку на ребенка. А жители штата, где произошло предполагаемое похищение, получают смс на мобильный телефон. Теперь в полицию стала поступать информация. Выяснилось, что в последний раз двух девочек видели около 13.30 в воскресенье. Они сидели в салоне белого пикапа Chevrolet вместе с отчимом Тиффани. Его звали Джесси Макфаден. А имя это, к сожалению, было очень хорошо известно полиции. В понедельник, 1 мая, он должен был предстать перед судом за совращение несовершеннолетней и хранение определенных материалов с участием детей. И около 10 утра понедельника в полицию поступил звонок с просьбой найти и доставить в суд Джесси Макфадена. Ведь он так и не пришел на заседание. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас такое время, когда нам доступны практически любые гаджеты и приложения для нашего здоровья. Одно из таких решений, которые я лично оценила и которым я сама пользуюсь, это Тея. Разумный телеграм-бот, в котором есть 21-дневная программа по налаживанию питания. Бот основан на 300 научных исследованиях и ориентирован на долгосрочную перспективу, без вреда для здоровья и жестких ограничений. Тея поможет вам с заботой о себе. Вы проработаете все беспокоящие вас вопросы в сфере питания и выработаете здоровые привычки. Если вы хотите плавно сбросить вес или у вас проблемы с питанием, то Тея вам идеально подойдет. В налаживании сбалансированного питания и режима она тоже помогает. Тея каждый день будет присылать вам полезные заметки и статьи, обоснованные научным сообществом и психотерапевтами. Вы сможете получить фундаментальные знания и в сфере здорового образа жизни, учитывая диетологию, физиологию и психологию. Внутри Тея есть незаменимый дневник питания, где вы сможете фиксировать свое эмоциональное состояние и чувство насыщения и проследить все важные тенденции. Благодаря такому наглядному инструменту вы сможете не просто предотвращать переедание, но и в целом понять, как устроено ваше пищевое поведение и снизить уровень тревожности вокруг питания. Лично для меня дневник питания работает безотказно. Понимая, что я и когда ем, я могу рассчитать питание на день и более четко следить за своими показателями. Вес, эмоциональное состояние, чувство голода и сила на тренировке. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, чтобы запустить Тею и получить скидку 65%. Но это предложение ограничено и активно только для первых 200 человек, так что поторопитесь. Запустив такого виртуального помощника, вы уверенно достигнете своих целей в комфортной для вас обстановке. Дом Джесси Макфадена находился недалеко от Генриетты, в черте города. Вот уже 11 месяцев он его снимал вместе со своей женой и ее тремя детьми. Полиция прибыла к этому дому в первый раз примерно около 10 утра, но они задержались там всего на несколько минут. Офицеры постучали в дверь, никто им не открыл, и они уехали. Получив после ордер на обыск, полицейские прибыли к дому во второй раз в тот же день, после обеда, около 14 часов. Офицеры вновь постучали в дверь дома, в то время как несколько других сотрудников полиции рассредоточились по участку. На ранчо царила тишина. Было решено вскрыть дверь. Судя по всему, ничего хорошего внутри полицейских ждать не могло. В доме Макфаденов нашли четыре бездыханных тела. Еще три были обнаружены на территории у дома. Весь обыск занял всего 20 минут. В 14.22 офицеры уже сообщили о своих страшных находках. Тела забрали и отправили на экспертизу, а полиция покинула дом. Офицерам предстояло сообщить страшные новости семье Айви и Британи. Ведь два тела, изнайденных в доме, по описанию, походили на пропавших подростков. Родители девочек столкнулись с самым большим горем, которое только можно себе представить. Их дочерей зверски убили. Причем обстоятельства убийства были совершенно непонятны. Непонятен казался и мотив. Близким не оставалось ничего, кроме того, чтобы винить во всем Холли и Джесси Макфадену. Ведь дети были под их присмотром в те выходные. Вот только не ответить на их гнев, не помочь в расследовании парочка уже не могла. И Холли, и Джесси также нашли в доме. Они тоже были мертвы. Первые дни родители девочек жили в полном неведении, и через два дня с ними связался владелец дома. Реймонд, так его звали, предупредил семьи. Он планирует провести в доме генеральную уборку. Так что, если они хотят что-то забрать, то у них есть всего несколько дней. Еще никогда я не встречала в таких историях, чтобы забрать вещи предлагал владелец дома. Обычно полиция вычищает весь дом на предмет улик. И уже потом связываются с родными, чтобы им не пришлось идти на место преступления и собирать все самостоятельно. Это просто очень травмирующий опыт. Семьи Айви и Британи отправились на место. С ними поехали и журналисты. Благодаря этому у нас есть и видео из дома. Я смогу показать вам, правда, лишь скриншоты, но ссылку на полные ролики я оставлю в описании. Вот что увидели родные. Внутри дом семьи Холли и Джесси был скорее похож на притон. Было очень грязно. Повсюду были тараканы. В спальне Тиффани у матраса в стену были вкручены крючки. На полу валялись наручники, а в одной из других комнат, в полу, были такие же крепления для цепей и замки. На столах были разложены секс-игрушки и всевозможные предметы для игр для взрослых. Родные нашли и шприцы с неизвестным содержимым. В помещении стоял отвратительный запах. Вебстеры и Брюеры, конечно, были в шоке. Поразила их не столько обстановка на месте преступления. Больше близких Айви и семью Британи удивила работа полиции. Было очевидно, что важные улики остались в доме. Полиция вообще ничего не собрала. Помимо всего перечисленного, родители самостоятельно нашли еще и телефоны девочек, сложенные вместе в ванной. Нашли наркотики в виде сладких мишек, компьютеры, причем несколько. Все это осталось на месте. Они ничего не трогали, просто записали на видео и передали полиции. Нашли и записную книжку, в которой был список женских имен и возрастов. А она могла бы дать ответ как раз на вопрос о мотиве. Ведь последними в списке значились имена шести из семи человек, найденных на ранчо. Отсутствовало лишь имя Джесси Макфаттена. Кем были остальные люди? Может быть, и они стали жертвами? Почему имени Джесси в этом списке не было? И по некоторым данным, что особенно интересно, записи эти были сделаны почерком Холли. Но мы с вами этого еще коснемся. Джастин Уэбстер нашел чек на навесные замки, которые были прикреплены к цепям и также остались в доме. Полиция не стала их забирать для дальнейшего изучения. По какой-то причине. Согласно этому чеку, Макфаттен купил замки всего за пару дней до произошедшего. Значит, он все-таки замешан в гибели подростков. Одной из самых страшных находок была стопка фотографий. Когда бабушку Тиффани спросили об их содержании, ну, что там было изображено, она сказала, что даже говорить об этом не хочет. Она просто не смогла даже выдавить из себя ни одного слова. Думаю, мы с вами можем догадаться, что там было. А еще в доме обнаружили детскую одежду, примерно на трехлетку. И на ней были следы то ли крови, то ли других, скажем так, жидкостей. Также Джастин нашел в шкафу кровавую влажную салфетку. Как я уже говорила, в том же шкафу были найдены пять мобильных телефонов. Один из которых, кстати, принадлежал его дочери. А остальные, судя по всему, были семейные. Зачем все эти гаджеты были нужны Макфаденам? Какие данные хранились в памяти этих устройств? Что было вот на тех компьютерах? По какой-то причине полиции было совершенно неинтересно искать ответы на эти вопросы. Так показалось родителям Айви и Британи. Ну и, конечно, всем, кто следил за этим делом. В интервью NewsNation мать Айви, Эшли Вебстер, призналась. Теперь она считает, что последнее сообщение, отправленное с телефона дочери, на самом деле написала не она. Скорее всего, это был Джесси. Также мать девушки заметила, что функция поделиться геолокацией на телефоне ее дочери была кем-то вручную отключена. Вероятнее всего, тогда Айви уже не было в живых. Кстати, позднее выяснится, что адрес этого дома ужасов, как его окрестили в СМИ, использовался кем-то для регистрации сразу 32 номеров телефонов. Принадлежали ли все они Джесси или каким-то другим людям, установлено не было. Когда Джастин позвонил в полицию с вопросами о том, что теперь делать ему со всеми этими уликами, ему приказали просто покинуть дом. Тем более, что детективы уже и так нашли виновного в произошедшем. И он мертв. А значит, дело закрыто. А мотив получается, что даже не нужно искать? Нужно, конечно, но давайте сначала разберемся в том, кто такой этот Джесси Макфаден. 39-летний Джесси Макфаден ранее был судим. Он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и отсидел за решеткой за это преступление 17 лет. Все произошло на вечеринке, куда тогда еще 21-летний Джесси пришел вместе со своей 16-летней девушкой. А Кристалл Стронг не была знакома с Макфаденом. Она знала лишь его девушку. Ей было также 16 или 17 лет. Когда вечеринка закончилась, Кристалл вернулась домой. И тут раздался стук. На пороге ее дома стоял Джесси. Он сказал, что поссорился с ее подругой, и теперь ему нужно где-то переночевать. Кристалл вежливо ответила незваному гостю, что это не ее дело, и стало уже было закрывать дверь. Но Джесси не думал уходить. Он рывком распахнул дверь, толкнул девушку внутрь дома и вошел сам. Макфаден связал Кристалл веревками ее отца и засунул ей в рот носок. Приставив нож к ее горлу, он надругался над ней. Затем Макфаден начал расхаживать по дому, как будто тревожился о чем-то. Кристалл испугалась, что теперь он убьет ее. Она попыталась успокоить его, говоря, что никому не расскажет о случившемся. К счастью, это сработало. Как только Макфаден ушел, девушка позвонила в полицию. И всего в километре от ее дома полицейские и арестовали Джесси. Он к этому моменту зачем-то порезал себе руки. Кровь остановили, а парня отправили за решетку. Спустя 11 дней после ареста Джесси частично признал свою вину. Но в то же время он не переставал настаивать на своей невиновности. В американском законодательстве это называется Alfred Plee. И это довольно странное понятие. То есть обвиняемый говорит, что я знаю, что у вас против меня есть улики, и вы меня сможете посадить. Но я все равно хочу сказать, что я невиновен. Это как-то очень противоречиво. То есть я знаю, что вы все про меня знаете, но при этом я не сознаюсь. Все-таки, наверное, это лучше, чем, конечно, полностью отрицать свою вину. Но конкретно в этой ситуации просто это очень глупо говорить, что я невиновен. Хотя здесь все было ясно как день. И даже искать ничего не нужно было. Но это нападение не было первым для Макфадена. Но судья Кристал рассказала, что с ней связалась другая девушка. Она рассказала, что тоже стала жертвой Джесси. Со слов этой девушки Макфаден изнасиловал ее, угрожая убить. Причем это произошло еще три года назад. Все произошло прямо в школьном автобусе. Она тогда училась в шестом классе. То есть Джесси было 18 или 19. А девочке не больше 13. С учетом всех вскрывшихся обстоятельств, Джесси приговорили к 20-летнему сроку. А он спустя месяц в тюрьме отправил судье письмо, в котором просил пересмотреть его дело. Так как он уже встал, цитата, на путь истинный. Он исправился за месяц. И это письмо судья, конечно же, проигнорировал. Но все-таки спустя 17 лет он вышел на свободу раньше положенного срока. А мы-то с вами знаем, что бывает, когда таких преступников выпускают по УДО. И Кристал, кстати, тогда, узнав о еще возможном освобождении Джесси, пыталась предупредить полицию о том, что Макфадена не стоит выпускать из тюрьмы. Но в Оклахоме за такие преступления обвиняемый должен отсидеть лишь 85% своего наказания, чтобы иметь право на условно-досрочное освобождение. Таким образом, отсидев 17 лет, Джесси был освобожден уже в 2020 году. В тюрьме он провел почти половину своей жизни. И что он делал все это время? Он не был паинькой. Несколько раз он нарушал внутренний распорядок, о чем есть заметки в личном деле. Но в 2016 году произошло кое-что совсем из ряда вон выходящее. В 2016 году в полицию обратилась бабушка несовершеннолетней Кейтлин Бэб. Ее внимание привлекла переписка внучки с каким-то явно взрослым парнем. В переписке были даже интимные фото, которые отправлял ей мужчина. Он просил отправить ее фото в ответ. Полиция быстро выяснила, что это был Джесси Макфаден, сидящий в это время в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней и уверяющий, что он уже исправился. У него, естественно, изъяли телефон, которым он пользовался втайне от надзирателей. Но какое было для него наказание? Фактически никакого. Джесси был заключенным четвертого уровня в течение большей части своего пребывания в тюрьме. Это означает, что он вел себя прилично, демонстрировал хорошее отношение к другим заключенным и тюремному персоналу. В январе 2017 года его все-таки перевели в категорию заключенных первого уровня. Макфадена посадили в одиночную камеру на какое-то время, а также ему ограничили свидание с посетителями. Но затем, всего через пять месяцев, в июне 2017-го, его вернули на четвертый уровень. И, несмотря на все это, через четыре года его все равно отпустили. То, что этот номер принадлежит несовершеннолетней Кейтлин, не смутило Джесси. Он общался с девочкой, манипулируя ею, притворяясь добрым и участливым. Все это для того, чтобы заставить ее поверить ему, чтобы завоевать ее доверие, заставить ее выполнять его просьбы. А потом, когда он выйдет на свободу из тюрьмы, он, наверное, хотел встретиться с ней лично. Он знал, что Кейтлин несовершеннолетняя, знал и продолжал клянчить обнаженные фото. Ему было к этому моменту 33 или 32 года, кстати. Эта попытка совращения и факт хранения обнаженных фотографий обернулись для Макфадена новым судебным разбирательством. Правда, произошло это уже после его выхода из тюрьмы. То есть, его выпускают, а затем только начинают дело по поводу той его переписки с несовершеннолетней. Почему же его вообще выпустили? Это хороший вопрос. Ответа на него нет. Просто так совпало. Ведь уже спустя месяц после его досрочного освобождения, 10 ноября 2020 года, был выдан ордер на имя Джесси Макфадена по делу, касающемуся Кейтлин Бэб. 16 ноября его арестовали, но почему-то назначили залог. 25 тысяч долларов, оплатив который, он мог бы выйти из-под ареста. Он смог выплатить эти деньги через три дня и снова вернулся на свободу. Дата суда была известна с самого начала, но слушание все время откладывалось. То адвокат умер, то прокурор ногу подвернул, то начался ковид и локдаун. В общем, заседание переносили несколько раз, вплоть до 1 мая 2023 года, когда Джесси должен был, наконец, предстать перед судом. Но было слишком поздно. В это время он уже успел застрелиться и забрать с собой шесть невинных душ. Есть еще один важный факт. Несмотря на то, что Макфаден находился в реестре сексуальных преступников, ему не дали испытательного срока. То есть от него просто требовалось каждые 90 дней отмечаться в офисе шерифа и все. И он исправно выполнял это условие. Второй момент. Таким преступникам в США по закону позволяется жить вместе, как со своими биологическими, так и с приемными детьми. Соседи при этом не ставят в известность о том, что рядом с ними, по сути, живет педагоги. Все это ловко сложилось в жуткую мозаику. За то время, пока Джесси находился на свободе, он успел познакомиться с 35-летней Холли Гесс. Ее семья полагает, что пара съехалась примерно за пару лет до трагедии. Холли сама была родом из Техаса, но в 2021 году приехала в Генриетту вместе с тремя детьми от двух разных мужчин. Ее дочери Тиффани было 13, Райли – 17, а Майклу – 15. Мальчики называли отца Тиффани своим отцом, настолько у них были хорошие отношения. А он их любил как родных, даже собирался усыновить. И это несмотря на то, что Джесси и Холли официально поженились. И отец Тиффани был вообще здесь ни при чем. Дату свадьбы, однако, решили скрыть по неизвестной причине. И только недавно родственники Холли узнали, что она вышла замуж за Джесси 26 мая 2022 года, согласно опубликованному свидетельству о браке. Холли работала из дома, менеджером по продажам в страховой компании. Джанет Мэйо, мать Холли, рассказывала. Холли была волшебной матерью. Она очень любила своих детей. Она была такой заботливой. Она поддерживала своих детей всегда и во всем. Майкл Мэйо, сын Холли, успешно занимался легкой атлетикой. А когда он захотел играть в футбол, мать купила всей семье одинаковые футболки и толстовки с символикой его команды, чтобы поддержать сына и команду, за которую он играл. Был ли хорошим отцом Джесси? Вот это вопрос. И Джанет затрудняется ответить на него. Она называла его обманщиком и сказала, что он вечно следил за Холли и за ее детьми. И это особенно беспокоило мать женщины. Со слов Джанет, Джесси диктовал, куда Холли может ходить, куда не может. И вдобавок ко всему просматривал ее мобильный телефон. Но как же она вообще согласилась выйти за него замуж? Неужели она не знала о его прошлом? Навести справки о человеке в Америке не очень-то и сложно. Так что женщина могла узнать, когда и за что он сидел. А у нее трое детей. И, кстати, с отцом Тиффани она договорилась, что каждого человека, который попадает к ним в дом, они проверяют, проводят бэкграунд-чек. И отец Тиффани потом рассказывал, что он спрашивал свою бывшую, получается, жену, ты проверяла этого мужика-то вообще, он нормальный? И она ему сказала, что да, все нормально. И он перепроверить не удосужился. Делала она эту проверку или нет, неизвестно. Скорее всего, Джесси ей просто солгал. И в какой-то момент мать женщины, Джанет, обо всем этом узнала сама. И рассказала дочери о наличии у Макфадена судимости, причем непростой. И Холли, видимо, отправилась к мужу за объяснениями. А тот, как рассказывает мать Холли, нанял некую девушку, чтобы она за деньги пообщалась с Холли, представившись Кристал. Вот той, помните, на которую он напал. И ей нужно было рассказать, что все было не так. И на самом деле она встречалась с ним, а не просто была какой-то там подружкой, подружкой-подружкой, получается. И ей было не 16, а 19. То есть ее задача была в том, чтобы убедить Холли в том, что его осудили по ошибке. И Холли поверила. Когда Холли погибла, вот та самая подставная Кристал связалась с семьей женщины, и она извинилась перед ними. Она чувствовала вину, ответственность за то, что согласилась подыграть Джесси. Ведь если бы она этого не сделала, возможно, ничего не произошло бы. Собственно, так Джанет и узнала об этом обмане. На форумах и в комментариях под новостями есть те, кто не верят в то, что Холли могла поверить, что он сидел 17 лет ни за что. Якобы она с ним была заодно. Но такая версия есть, и мы можем ее обсудить попозже. Другим человеком, который мог бы предупредить Холли об опасности, был Джеймс Флейминг, сокамерник Джесси. Он попал в тюрьму за кражу со взломом, и почему-то оказался в одной камере с насильником Джесси. С его слов, Джесси признался, что сидит за изнасилование, но при этом он в разговорах преуменьшал обстоятельства преступления. Так же, как и Джанет Мэйо, Флейминг считал Макфадена манипулятором. И когда Джеймс уже вышел из тюрьмы, он узнал, что его сокамерника тоже решили освободить. Тогда он позвонил в полицию и предупредил, что на свободе вот-вот окажется очень опасный человек. И Холли, его наиспеченная жена, в опасности. Просто Джеймс общался с ней из тюрьмы. Как мы с вами уже знаем, есть определенный слой женщин, которых интересуют преступники. И они готовы с ними общаться годами, пока те за решеткой. Не горжусь этим, но я исключительно из профессионального интереса смотрела даже шоу на одном телеканале об этом. Так вот, когда он обнаружил, что Холли в соцсетях поменяла фамилию, он испугался. Со слов Флейминга он хотел предупредить ее об опасности, но побоялся. Причем боялся он не гнева бывшей подруги и не того, что она будет над ним смеяться, а того, что Макфаден убьет ее. Я не хотел, чтобы он прочитал нашу переписку и начал ей мстить. А теперь, три месяца спустя, она уже мертва. Мертвы ее дети, и ничто не вернет их обратно. Вернемся к делу об убийстве. Результаты вскрытия были обнародованы. По мнению судмедэкспертов, все семеро были убиты выстрелом в голову. Их было от одного до трех. Макфаден застрелился сам. На телах Айви и Британи были обнаружены следы сексуализированного насилия. Во время вскрытия не удалось выяснить точное время смерти. Тем не менее, в интернете многие предполагают, что когда полиция приехала к дому в первый раз, в 10 часов утра, кто-то из детей все еще мог быть жив. Но полицейские тогда, как мы помним, не стали заходить в дом, лишь постучались, и им никто не ответил. До следующего их визита к дому пройдет целых 4 часа. Возможно, тогда и были совершены убийства. Также в отчете было предположение о том, что, похоже, кому-то удалось убежать от стрелка. Но, скорее всего, их просто переместили и разложили нужным убийце образом. Потому что, по крайней мере, в доме не было ни пятен крови, ни других следов, которые обычно указывают на место преступления. Сестра Холли сообщила, что ни она, ни другие члены ее семьи так и не смогли заставить себя приехать на опознание. Поэтому личность Холли и ее детей установили по стоматологическим картам. «У меня не хватило бы смелости увидеть их такими. Я хочу помнить их такими, какими я их знала. Живыми, счастливыми и улыбающимися», — сказала Хизер журналистам. «Мне кажется, можно понять Хизер и ее близких. Хотя это очень необычное решение для близкого погибшего человека». Как в итоге полицейские объясняли это преступление? Они нашли несколько фактов, подтверждающих то, что Макфаден планировал уйти из жизни самостоятельно. Вот это был мотив. Как это объясняет то, что он забрал с собой других людей? Неясно. Своей матери, Ладони Макфаден, еще накануне суда по делу Кейтлин Бэб, Джесси написал, что больше не вернется в тюрьму. Он готов покончить с собой. Но Ладонна не восприняла эти слова как угрозу. Об этом женщина признается полицией. И действительно, он мог написать что-то вроде «Я лучше умру, чем вернусь в тюрьму». И это можно было понять метафорически. Как выяснится позже, накануне суда Макфаден связался и с Кейтлин, которой он писал из тюрьмы. Он оставил девушке сообщение с фейкового аккаунта от имени Холидейс. Вот его текст. «Я сделал именно то, что обещал сделать, когда выйду на свободу. Я устроился на работу в отдел маркетинга, зарабатывал большие деньги и продвигался по службе. Проработал там уже два года и прожил замечательную жизнь, как и хотел когда-то, но с тобой. Теперь же все пропало. Я же говорил тебе, что не вернусь. Это все из-за тебя, из-за того, что ты сделала». И тут снова появляются проблемы трактовки. Адвокат Джесси сказал, что не увидел в словах Макфадена обвинения Кейтлин в том, что из-за нее в жизни насильника все пошло наперекосяк. И потому он пошел на убийство. Даже начальник полиции Джо Прентис решил, что Джесси обвинил Кейтлин лишь в возобновлении дела. Мол, она поспособствовала этому и тем самым испортила его жизнь. Но родным погибших по его вине все было очевидно. Он планировал это сделать и предупреждал об этом свою мать и Кейтлин. И если бы Кейтлин обратилась в правоохранительные органы сразу, как только получила эти сообщения, и в полиции их восприняли бы всерьез, вероятно, такой трагедии удалось поизбежать. К работе полиции была еще одна претензия, и ее озвучили журналисты. Им удалось выяснить, что еще 29 января 2023 года в полицейский участок позвонила женщина, пожелавшая остаться анонимной. Она попросила проверить дом Макфаденов. Ее смущало, что молодой, в общем-то, мужчина живет с тремя подростками. Она настаивала на том, чтобы полицейские приехали и проверили, все ли в порядке с детьми. Диспетчер поискал информацию о Джесси в базе и выяснил, что он женат на холле Гесс, матери троих детей. Установив этот факт, полицейские решили проверок не устраивать. Да, он педагогил, но сейчас-то он женат. Да, он ждет суда по делу о совращении, но жить с чужими детьми ему по закону можно. Также в полицию поступила информация о том, что за полгода до страшных событий сосед Макфаденов видел, как кто-то там занимался расширением пруда. Зачем потребовалось его расширить, неизвестно. Полицейские проверили этот водоем, но результатов этой проверки нет до сих пор. Судя по всему, следователи решили не углубляться в это дело. Преступник, как говорится, ликвидирован. К чему же нам знать его мотив? Полицейские так и сказали на пресс-конференции, свидетелей нет, значит мы с вами ничего уже не узнаем. И это, конечно, поразило семьи погибших. Адвокаты семей потребовали возобновить работу над делом, узнать мотив, узнать и другие детали. Возможно, он был там не один, возможно, это преступление как-то связано с другими исчезновениями детей. Родители Айви и Бриттани настаивали на проверке телефонов и компьютеров Макфадена. Нужно было убедиться в том, что он не отправлял видео или фотографии с участием их детей кому-либо в сети. Что, например, они не утекли в Даркнет или он просто не продавал их туда. Потому что дом, который они снимали, был довольно большой. И чтобы его содержать, нужно было немало денег. Там страховок столько не напродаешь. Вероятно. И основной момент, который сейчас все обсуждают в интернете, заключается в том, что, возможно, Джесси Макфаден действовал не один. И тут уже эта теория расходится ветвями. Что, если там и полиция каким-то образом в деле, поэтому так все замяли и не стали собирать доказательства. Что, если там и лендлорд, владелец дома, тоже что-то знал, раз он сказал родителям «все, забирайте», и даже не позвонил в полицию, увидев, что там у него творили в доме, и не спросив «опрождите, это же улики, все». Что, если и Холли тоже была как-то вовлечена и могла что-то знать или даже активно участвовать. И это немножко такая скользкая дорожка, потому что Холли, ну, объективно, тоже здесь жертва. И не зная никаких фактов и точных деталей, пытаться ее сюда приплести и сказать, что нет, она не могла ничего там не замечать, сто пудов она что-то знала. Как бы мы не можем это делать, точно. Поэтому все, что я буду обсуждать дальше, это просто версии, догадки и то, что я прочитала в комментариях под другими видео. Я сама не хочу верить в то, что Холли могла обо всем знать, и, наверное, я не верю в то, что она это все видела. Возможно, она жила в неведении, а он прикрутил вот эти все крюки и купил замки в последний день и все остальные вещи. Ну, наркотики легко, наверное, ему было бы спрятать, а может, она спокойно к этому относилась. Насчет каких-то секс-игрушек и всего остального тоже это можно было спрятать, наверное, так, что она этого не знала. Конечно, да, вызывает вопросы. Ну, они жили вместе два года, и если у него был такой нездоровый интерес, как он это так активно скрывал. Но здесь, конечно, нужно больше информации, чтобы это обсуждать. Я отношусь ко всему этому просто как к какой-то отдельной версии, но считаю важным просто поделиться этим с вами. Мне всегда интересно, что по поводу таких громких дел говорят американцы, поэтому я, как я уже говорила, читаю комментарии и форумы. И тут наткнулась, значит, я на двухчасовой или даже трехчасовой, в общем, с прерывами прямой эфир с женщиной, которая как раз живет вот в том же штате. У нее небольшой канал, но она обсуждает очень много других дел, и она прям такая боевая женщина с своим мнением по поводу всего. И вот она все два часа в щепки разносила теорию о том, что это было просто убийство, и что Джесси решил просто с собой так покончить. По ее версии, Холли все знала, и ее рассуждения основывались на том, что как жена и жительница дома она не могла не замечать то, что там ее муж натворил. Приспособления разные, плюс она должна была замечать отношения к детям, ведь они часто общались. Вот это вообще очень странный момент, то есть, понимаете, они, дети, настолько близки, что отец там одной из девочек хочет ключ дать, и чтобы они могли сами приходить домой. Но при этом они с родителями не так, чтобы прям знакомые. Я не помню, где я это видела, поэтому не могу сказать, вот что прям точно так. Но кто-то из родителей сказал, что Макфаден как-то вызывал у них вопросики, ну, просто так, сомнительный тип. Но неизвестно, что с этим было сделано, обсуждали ли они как-то это, и вообще пытались ли с ним поближе познакомиться, либо даже проверить его. Ах, почему никто, почему никто его не проверил, не погуглил, не знаю, там, в базу данных не залез. Насчет детей, кстати, вот я не видела этих комментариев, но сейчас, рассказывая эту историю, я задумалась, насколько важно детям объяснить, что если они замечают какое-то странное к себе отношение, то нужно об этом говорить своим родителям. Я не говорю, что конкретно эти дети такого не говорили или не замечали, просто это абстрактно. Не знаю, сейчас пытаюсь просто найти какие-то способы, как можно было предотвратить это все. Но все можно было предотвратить просто, если бы, блин, его не выпускали на свободу, вот и все. Короче говоря, самое страшное будет, если Джесси действительно зарабатывал на том, что продавал видео определенного содержания. И тогда получается, что у него есть покупатели, и тогда получается, что, скорее всего, кто-то об этом знал. Я сейчас говорю, меня просто тошнит от этого. Но вот тогда и мотив. Но, опять же, повторюсь, это просто версии. И пока не доказано обратного, предлагаю придерживаться мнения о том, что Холли такая же жертва, как и подростки. И единственный, кто во всем виноват, это Джесси. Ну что, оставлю я вас с этими мыслями. Такая вот история. Я понимаю, что хотелось бы какой-то точности и ясности, чтобы все улики протестировали, собрали, по все компьютеры залезли. Но, наверное, на это, если они будут этим заниматься, то на это уйдут месяцы, а то и год. Я буду следить, чем это все закончится. И, конечно, вас обо всем уведомлю, но просто я уже после дела вишала мехротр, я уже не удивляюсь, мне кажется, ничему. Мне, правда, очень хотелось закончить это видео на хорошей ноте, на том, что справедливость восторжествовала, а полиция сделала выводы, там, и, не знаю, изменили законодательство или еще что-то. Но пока прошло слишком мало времени, и я уверена, что-то вынесут из этого и предотвращать похожие преступления будут. Вот здесь у меня плейлист с историями с хорошим концом, на случай, если вам стало печально. Есть еще плейлист с раскрытыми и нераскрытыми делами, так что, пожалуйста, заглядывайте туда, там я все добавляю, все сортирую. Приходите ко мне в Телеграм, там иногда я пишу какие-то свои личные заметки и просто делюсь, чем попало на самом деле. Но и, конечно, информации, связанные с делами тоже. А теперь я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и пока.